Совет Тверской торгово-промышленной палаты провел выездное заседание. На нем обсуждались не только такие традиционные вопросы, как, например, прием новых членов, но и участие предпринимателей в подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробности в репортаже нашей съемочной группы. Местом для выездного заседания было выбрано агентство стратегических инициатив. Основным вопросом, который обсуждался, стало участие предпринимательского корпуса в подготовке к празднованию юбилея Великой Победы. В частности, помощь в благоустройстве территории мемориала советскому солдату, который возводится под Ржевом. У кого-то, как у меня, дед погиб, у кого-то принимал участие, кто-то трудился, соответственно, в тылу. И это история каждой семьи нашего города, нашего региона, нашей страны. На заседании совета присутствовал и глава района. Валерий Румянцев отметил, что не стоит ограничиваться только одним этим, уже известным на всю страну, комплексом. Вся Ржевская земля – это сплошной мемориал павшим в тех боях. Ржевская земля – это 43 братских захоронения, на многих из них похоронено 10 и более человек. Многие из них построены в 56, 57, 58 году, имеются до предыдущего столетия, и они требуют обновления, требуют поддержания. Важным моментом в заседании стал визит руководителя Солнечногорской торгово-промышленной палаты. Это первый приезд Александра Новикова в наш регион. По его словам, подмосковному району есть, что предложить Верхней Волжи для сотрудничества. У нас есть несколько фармацевтических предприятий на территории завода. У нас есть завод «Пластик», который тоже поставляет пластик. Поэтому у нас есть определенное сельское хозяйство. Мы знаем, что у вас есть хорошие наработки в сельском хозяйстве. Поэтому мы будем где-то здесь тоже перенимать опыт и учиться тверских предпринимателей. Хочется надеяться, что солнечногорцы, в свою очередь, поделятся опытом привлечения крупных зарубежных инвесторов, производства которых уже успешно работают в этом подмосковном районе. Продолжение следует...